Кабачковая икра, сгущенка, консервы и молоко в треугольных пачках. В 50-е годы советской России ассортимент на полках в магазинах был скудным. Деликатесы в сельпо завозили редко, да и доставались они не всем, а только привилегированным в то время. Я, село же все друг друга знают, добегу до своей подружайки и скажу, давай быстрее ко мне в магазин, привезли тушенку, я тебе две банки отложила. Импровизированный прилавок и причудливая колоритная продавщица. Интерактив, организованный для гостей выставки, посвященный 190-летию образования первого кооперативного общества в России. Овощи, фрукты и прочие продукты. Потребительская кооперация – феномен советского пространства. Неотъемлемая часть русской культуры. Об эти жителей Союза доходчиво рассказывают плакаты того времени, чем жили, чем зарабатывали. Главной целью разрисованных полотен была мотивация к действию. Кооперативному образованию в России всегда уделяли большое внимание. Потому художники создавали плакаты таким образом, чтобы даже малограмотные люди понимали, какая информация в них содержится. Эту выставку нам предоставил музей, который находится в городе Матище. Музей ведомственный при Российском университете кооперации. И у них хранятся данные экспонаты. Но дело в том, что вот эти плакаты, которые вы смогли увидеть на выставке, они экспонируются впервые. Там в музее они просто лежали в папке. И конкретно для нас, для Химкинской картинной галереи, эти экспонаты были обрамлены, приведены в порядок, и мы их экспонируем впервые. Особенно полезно и интересно узнать, какой была реклама прошлого века, считают в галерее имени Горшина подрастающему поколению. Много интересных вещей по поводу рекламы и маркетинга того времени мы узнали. Реклама не похожа, отличается по подаче материала, но работает под тем же правилом. Привлечь внимание, заинтересовать, побудить к действию, то есть к покупке или продаже. Сегодня многие изображения на советских плакатах кажутся современному человеку комичными и чересчур наивными. Однако тогда, в далекие 50-е, этим афишам сполна удавалось выполнять все предназначенные функции.